Маргинал разбирает дебаты у Сёмина без мата о Диамате, программист против биолога. Клито в термин диалектика. Что происходит? А, стрелочками надо доходить. На чат отвечаю. На самом деле, когда мы изучаем мир, мы никогда не наблюдаем камень сам по себе. Мы наблюдаем что-то, что пришло к нам на сетчатку глаза. Спорно. Мы наблюдаем камень посредством того, что пришло нам на сетчатку глаза. Ну, зрители знают мою позицию по поводу реализма. То есть, я сторонник наивного реализма. Ага, сторонник наивного реализма. Печально. По сути дела. Печально. Мы, когда мы смотрим, когда мы видим камень, мы, блядь, видим не какую-то феноменальную реальность. Пескан, да, и там ноумен за пределами, блядь, где-то находится. Или, блядь, мы не видим какие-то иллюзии, блядь. А вдруг иллюзии? Как ты проверишь, что это иллюзии или не иллюзии? Хуюзии. Ну, по науке это, в принципе, получается иллюзией, потому что камня как такового в том виде, в каком мы его видим, нет. Там находится какой-то предмет, который специфическим образом отражает свет нам на сетчатку глаза по науке. Получается, это все равно не наивный реализм. Мы не видим то, что у нас на сетчатке глаза, в зрительном нерве, мы не фотоны видим, которые там куда-то, блядь, там отразились, в глаз прилетели. Нет, не видел дебаты Лоуруса Крауса и Хазмыдзурдзиза на тему ислама, нет, не видел. Да мы нихуя этого не видим, мы видим камень. Нет. Что такое камень? Как его увидеть? В каком смысле мы его видим? Мы не искажаем его восприятие, никаким образом нам не кажется, что мы его видим. Мы видим сам камень. В каком, как мы его сам видим? Мы видим сам камень. Каким образом? Посредством всей хуйни, которую Кровецкий упомянул и еще всякое появление, которое он не упомянул. Каким образом мы видим сам камень? Что такое сам камень? У нас может быть фотонов никаких нет, может быть у нас нет никакого света, отражения. Ты что, ты придумал все это до хера? Ну прикольно, прикольно, прикольно. Сам камень, может быть сам камень состоит еще из каких-то невидимых вещей, атомов каких-нибудь. Что такое сам камень? Каждый отдельный атом, кристаллическая решетка, там не знаю, что такое камень? В смысле? Спасибо, Старокин. Ссылка удалена. Курлык. Как же я надеюсь, что это не его видео. Надеюсь, Старокин не скидывает нам свое видео, чтобы мы мучились. Приветствовать. А, Пахом, Господи, ой, блядь. Ой, блядь, ой, блядь, ладно, что сейчас будет скоро. Ой, блядь. Спасибо. Спасибо. То есть, тут просто очень просто на самом деле аргументировать, потому что все аргументы в пользу того, что мы не можем рассчитывать на свою перцепцию. Да, ну, не можем, ну че. Блядь, мы должны сомневаться в любом... Мы не должны сомневаться, мы можем вообще ни в чем не сомневаться, мы можем быть наивными реалистами, но это самая примитивная и тупая позиция, которую можно себе представить вообще просто. Ее тоже надо доказывать. Это просто самая простая позиция, которую можно себе вообразить. И из-за того, что она простая, еще не значит, что она верная. Дэссибокс, а вы по-разному. Дэд айсбокс, получается, мертвая ледяная коробка, да? Окей. Вы можете по-разному это доказывать, по-разному к этому подходить. Просто маргинал в данном случае придерживается самой примитивной позиции из возможных. В этом его проблема. Любой хуетея, блядь. То есть, как бы, почему... Я думал, твое видео, Старокин. Думал, твое видео сейчас пришлешь. Просто в прошлый раз у меня отписки пошли из-за тебя. Прости, конечно, я тебя уважаю, люблю. Ты хороший человек. Но печально. Ну, потому что, когда я, блядь, окунаю весло, блядь, в реку, оно выглядит преломленным. Когда оно в воде. Выглядит, как будто оно, блядь, входит в одной точке, а там продолжается в другой. А, кстати, а как ты это объяснишь? Ну, давай. Чё, блядь, травишь, что ли? Ну, только это не главный аргумент скептиков и представителей тех мировоззрений, которые реально считают, что мир иллюзорен. Им плевать на то, что ты куда втыкаешь. И как это в итоге видится. Это просто видится, и это не есть реальность. Никакого камня нет, есть только его восприятие. В таких теориях. Блядь, долбоёб, чё ты несёшь? Ложка в чашке выглядит, как будто она сломанная, но я её достаю, блядь, и она целая. Луна выглядит маленькой, блядь. Что ты несёшь, блядь? Напоминаю. То, что какие-то случаи нашего опыта ненадёжны, мы знаем только из других случаев нашего опыта. И чё? Но мы не знаем, надёжен ли наш опыт в целом, потому что у нас нет таких случаев опыта, которые бы выходили за пределы нашего опыта, чтобы сравнить наш опыт с тем, что выходит за его пределами. То есть у нас нет абсолютного познания, абсолютного восприятия, с которыми мы могли бы сравнить наше восприятие. Ввиду этого, ну, мы просто верим в то, что наш опыт нормальный, достойный внимания. А ну а почему маргинал не может объяснить по-своему, чтобы это было понятно для зрителей, интересно? Да может, может, просто мы комментируем. Мы имеем право комментировать маргинала. Ну, тем более, если мы с ним не согласны, у него довольно примитивная позиция. Овервей приветствую. Да, вот именно генетик спрашивает, откуда после интенсивной медитации я вижу то, чего быть не может? Откуда мне знать, что до сессии медитации я видел реальность? Я напоминаю, что многие йоги на протяжении, там, не знаю, своих практик, ну, вот, практически наверняка видели Ишвару. Ишвара, это вот то божество, которое помогало им в медитациях, практиках, считается, что это круто его встретить. Прикольно, просто прикольно. А почему то, что он придерживается теории, значит, что необходимо доказательство? Клим, потому что он аналитический философ, и он сам от всех требует доказательств. Он бы сам потребовал от вас доказательства. А когда он сам говорит, ну, не-не-не-не, ты долбоеб, здесь я не буду ничего доказывать, здесь все понятно, это плохо. А сны это опыт? А, да, сны это опыт. Да, училка тоже может критиковать, она может всем ответить, я думаю. То, что вес... Она может просто сказать, вот тебе комоедицу, и в лицо ему просто вот белый такой комоедицы, большой, медовый, ему закинуть как следует, без проблем. Весло на самом деле не сломано, мы знаем только из опыта того, что мы это весло достали и посмотрели. А вдруг он ломается там, вот весло ломается там в воде, потом мы его достаем, и оно целое. Это не значит, что все, что мы видим, это какая-то феноменальная реальность, как у Канта, и за ней там вещь в себе. А вот... Да нет, ничто ничего не значит просто, Маргидалл. Потом еще, блядь, еще поколение шизов приходит, говорит, все так, но, блядь, вещи в себе нет. Чего, блядь? Что вы, блядь, несете, ебанутая, блядь? Блин, Орлов на стриме разносит ежа, к сожалению, мы не посмотрим, если вы не закажете нам этот разнос. Дело не в том, что вещи в себе нет, это вообще бессмысленное понятие. Нет, это не бессмысленное понятие, это вполне осмысленное понятие, хорошее предположение от Канта, мне очень интересно. Нет как раз, блядь, феноменов отдельно от вещей. Почему? Феномены есть, вещей может быть нет. Понимаете, в чем проблема? Феномены точно есть. Мы их воспринимаем. А вот то, что вещи есть, не факт. Феномен есть, а вещь хер знает. Мы живем феноменами, мы воспринимаем что-то, мы воспринимаем мир, мы трогаем что-то. Это феномен, это все феномен. Я трогаю, я чувствую, я вращаю его, я подкидываю, ловлю, облизываю нож. Это все феномены. Это не значит, что нож есть, это не значит, что мое тело есть, это вообще ничего не значит, просто есть феномены. Феномены как бы просто вот условно есть. Мы с ними как-то взаимодействуем. Не знаю, в каком смысле они есть, как их можно вообще разделить, это все, это уже догматика начинается. Но феномены в каком-то смысле есть. А вещи хер знает. Есть просто, блядь, вид. Да, генетик флотцам, может нас нет, но феномены при этом все равно есть. Но феномены есть. Что-то с этими феноменами как-то вот есть. Вещи, на которые ты, блядь, смотришь, посредством, блядь, опыта нахуй. Ты их, блядь, рассматриваешь с разных... Нет, мы не смотрим на вещи с помощью опыта, мы смотрим на вещи с помощью того, что они феноменальны. Торон просто берешь, блядь. То, что я вижу, это и есть банка газировки. Я вижу не свой опыт банки газировки. Мой опыт, он, блядь, у меня в мозгу. Мозг свой я не вижу нихуя. Мой опыт, он, блядь, в зрительных нервах. Напоминаю. Так, маргинал поднял, не знаю, банку газировки. Вот, вы видите бутылку. Вы видите ее очертания. Вот она. Вот она. Вот она. Но вы не видите, что находится за... Нет, я вижу как раз. Кстати, я не вижу, что находится по бокам. Мы оба не видим, что находится по бокам. У нас есть феномен, у нас нет все вещи. Нет, феномен не есть experience. Феномен это феномен, это явление. Мой опыт, блядь, фотоны какие-нибудь еще, какая-то хуета. Я ничего из этого не вижу как раз. Я, блядь, банку вижу посредством всей этой поеботины. С чего ты взял? Дэсси бокс, у меня есть лекция, напоминаю. Там одна из лекций про скептицизм в целом посвящена. Вот, лекция номер 5 посвящена абсолютному скептицизму античности. Можете посмотреть. Вот. А опыт-то есть? Опыт-то есть опыт, он как раз, блядь, ну, грубо говоря, материален. Опыт-то он представлен в виде хуйни, которая происходит в мозгу, в зрительном нерве, в глазу, в частицах, в световых частицах, блядь, во всей этой хуете. Что ты взял, что банка есть? На каком, в общем-то, этапе мы решили, что банка есть? Это все опыт. Ну, потому что все так сложно. Все, что происходит, это, по сути дела, опыт. Ну, да, и феномены. И феномен, как бы. И посредством всего вот всей вот этой хуеты происходящей выхватываются предметы. А топ, мы уже, мы еще не закончили, нет? А про скептицизм он ни слова, кстати, не сказал. Блин. Блин, где мой скептицизм? 57, еще, еще время есть. Смотрим. Предметы. Чего ты взял, что предметы есть? Которые просто и есть, блядь. Почему они просто есть? Чего ты взял? Ты веришь в это? Это где? Религия такая может быть есть, что предметы существуют? Кто тебе сказал? Ну, блядь, предметы просто есть. Я не буду этого доказывать. Все, блядь. Просто есть и все. Ну, круто. Просто есть и все. А я говорю, ну, предметов просто нет и все. Нет и все. Давай, не будем ничего доказывать. Да, давай, не будем ничего доказывать. Просто есть предметы, просто нет предметов. круто есть предметы нет предметов мы не доказываем без разницы окей замечательно круто замечательно и живем вообще они вот они они не спрятаны закрыта там пеленой феноменальной реальности блять я никогда не узнаю если блять это банка здесь не ну просто феномен сам по себе есть явление это просто явление то что вам является может быть есть и банка и может быть есть и феномен и банка но феномен просто вот по определению есть это то что нам является вот феномен она явилась перед вами этот феномен тем более когда вы смотрите на непосредственно монитор ну вы же понимаете что вот перед вами крутится не настоящая банка это на мониторе она отражается это не настоящая бутылка не настоящая бутылка перед вами феномен бутылки есть и даже звук производится внутри этой бутылки вы слышите его до Но звук производит не эта бутылка, а колонки ваши. Такая иллюзия, та еще иллюзия, честно говоря. Предмета нет. Предмета, который я сейчас вращаю, перед вами нет. Но я его вращаю при этом. А как наивные реалисты обычно защищаются от критики? Никак, они уже все сдохли. Понимаете, в чем дело? Уже есть критический реализм, есть еще какой-то там реализм. Потому что наивный реализм критики не выдерживает. Потому что это самая простая херня, ложность которой очевидна практически всем. Почему она всем очевидна? Потому что самая простая позиция, с которой разобраться просто вот так себе. И она науке не соответствует. И люди, которые так или иначе любят науку, они не могут смириться с наивным реализмом. Нет, чувак, я знаю все. Я охуенно все знаю. То есть чувак просто, не знаю, застыл на муре. Он просто живет в мире мура, понимаете, и все. Вот эта вот пиздобуля философская, она очень заебывает в какой-то момент. Причем это люди друг другу как бы оттрачивают. Заворачивают, блядь, такие, эээ, точно, я нихуя не знаю, блядь. Я не знаю, есть ли внешняя... Нет, вы сейчас генетик-флотцам к словам придираетесь. Феномены воспринимаются, получается, именно восприятие есть. По Беркли так и получается. Быть, значит, быть воспринимаемым. Да, именно. По Беркли так и получается. Но, возможно, не только концепции Беркли, возможно, просто феномены есть. И нет никого восприятия. Нет, скриптонит, феномены никак не доказать. Феномены легко доказать. Феномены не нужно доказать, они очевидны. потому что мы их видим мы их чувствуем опыт у нас в принципе тоже есть его тоже не надо доказывать понимаете проблема в том истинный это опыт или не истинный но какой-то опыт у нас у каждого есть а тут не очень важно что там издает звук но в принципе плевать нам феномены доказывать сами по себе не нужно здесь понимаете в чем проблема когда мы говорим про феномены это никаким образом не вступает в конфликт с тем что предмет есть есть предмет есть феномен феномен и предмет одно как минимум есть феномен понимаете как минимум есть феномен как минимум феномен в любом случае есть но может быть феномен но при этом не может быть предмета например во сне например когда мы там не знаю пихаем весло в реку она искажается и вот это искажение не есть предмет это скорее феномен этого предмета это примеры из нашего непосредственно жизненного опыта но можем вообще не доверять жизненному опыту и считать что все вокруг что нас существует есть просто сам по себе феномен но не есть предмет какие уникальные идеи были философии 20 века кроме нитша трудно сказать блин кашель сейчас я лекарства приму ребят короче относительно уникальных идей я и небольшой фанат философии 20 века в целом но может быть антология гардмана по хайдегеру немножко можно пройтись один из самых крутых проектов это феноменология гусарля ну то есть создать чистую феноменологию гусарль попытался знатно это клёвый проект чистая феноменология без примесей идеализма без примесей вообще всяких других странных таких вещей очень хороший сильный проект сейчас я лекарства приму и все будет хорошо так пыльно 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 чё там какой-то мудак не убирает у себя в комнате я чувствую надо бы его наказать привет all wings сейчас я лекарства захерачу от астмы ща пройдет кашель скоро друзья ща пройдет шадов возвращается а вы знакомы с фразой маргинала люди сделаны из мяса он вообще философию не уважает вроде называет херню из головы хотя увлекается ею но он типичный аналитический философ друзья просто типичный аналитический но значит все что можно засунуть жопу ученому и есть опыт типа того смысле слил час шадова скрипторит вы не понимаете что такое феномен вот все вы просто не понимаете что такое феномен я вам пытаюсь объяснить на пальцах буквально вот эти пальцы тоже феномен но вы счет не понимаете реальность или нет блять поскольку я не знаю что есть внешняя реальность я не знаю есть ли моя рука левая а также правая а смотрите сейчас будет аргумент мура но мур был умственно отсталым дебилом поэтому ну простите до свидания вообще ну нет как бы они не будет аргумента ну спасибо ой хоть не спустился до уровня мура для меня гораздо более очевидно ну как для джорджа мура собственно для меня гораздо более очевидно что мои руки есть есть феномен этих нежели то что окружающего мира нет поэтому это не аргумент это даже не доказательство даже ну даже в таком до логическом уровне не доказали то просто аргументы это не то не просто аргумент это просто высказывание есть и есть это просто догма но есть и есть мета более очевидно замечательно так пальцы тоже это предмет вы не знаете если эти пальцы но зато вы знаете что есть феномен этих пальцев вы всегда знаете что феномен этих пальцев есть для чего-то не знаю что такое вы неважно мы существуем так скажем в феноменах а с предметами трудно гораздо больше смысла имеет вывести из существования моих рук то что существует весь мир нет это вообще хуйня полная для умственно отсталых дебилов из рук выводить существование мира руки вообще опосредованная здесь часть нам насрать на руки вообще в принципе насрать на руки это даже несут не сущностная характеристика данного доказательства существования мира чем и к наивному реализму это не имеет никакого отношения это не доказывает никаким образом наивный реализм вообще выводить из несуществования мира несуществования моих рук у у бейкера недавно вышел у кейна бейкера недавно вышел ну блин аналитические философы это очень тупые догматики чаще всего которые придерживаются самых банальных точек зрения все все и никак их не собираются доказывать по большей части а вот из этих тупых банальных точек зрений они пытаются вывести уже какие-то более-менее сложные концепции с помощью logic and facts как говорится да ну приколь прикольно логика и факты замечательно только вот изначально берутся банальные тупые какие-то постулаты которые никак невозможно доказать ну замечательно супер и ввиду этого кто-то еще думает знаете что нельзя сомневаться в этом нельзя почему нельзя сомневаться он ничего не доказал он не показал у меня есть две руки смотрите одна рука и вторая рука я все доказал мир есть супер никто об этом никогда в жизни не думал за эти люди которые создавали концепции там не знаю с аллипсизма никогда об этом не думали вот никогда прям это они такие боже мой в виде он доказал существование руки мира с названием самая сложная проблема философия спасибо за подписку асанов владимир пятый месяц нами там перед этим было подписать спасибо дарьев если убрать существование людей прочих существ феноменов и не будет или тогда рассуждение об окружающем мире теряют смысл вообще а кто будет рассуждать без же кто без живых существ будет рассуждать непонятно если и мир живой пантеистический там какой-то гелозеистический сам имея душу может быть она будет о себя рассуждать то есть если в мире есть душа вообще в целом то есть каждый предмет одушевлен может быть тогда мир и без живых существ будет рассуждать но феномены к так или иначе это то что мы имеем мы люди там не знаю животные даже вот они имеют феномены безусловно скорее всего если они есть вообще ну и животные сами но неважно это уже другой вопрос животные видимо тоже имеют феномены вопрос в том насколько насколько феномены соотносятся с реальностью маргинал если он считает что он наивный реалист он верит в то что феномены на сто процентов соотносятся с реальностью на сто процентов если он называет себя наивным реалистом если он не верит в то что феномены соотносятся с реальностью на сто процентов ну окей окей допустим допустим мы не верим что тогда он просто не наивный реалист он неправильно употребил слово наивный реализм. Окей, тоже прикольно. Ну, давайте посмотрим на этот предмет. Мы воспринимаем, что это бутылка. У нее определенная форма есть, там все дела. Но если мы начнем ее увеличивать, там, не знаю, если мы сможем ее увеличить до размера атомов, хотя атомы мы непосредственно увидеть не можем, конечно же, с помощью увеличительных приборов, но это уже не так важно. Допустим, мы дошли до уровня атома, увидели атома, бутылка, оказывается, состоит из атомов, которые еще постоянно движутся. Так что такое эта бутылка? Это бутылка, это атомы, это кварки, там, не знаю, это кванты, это может быть, не знаю, бозоны Хиггса. Нет, скриптонит, вы не то чтобы знаете, что такое феномен, просто феномен есть для вас. Это то, что вы воспринимаете, так скажем. Или не воспринимаете, потому что, ну, это просто то, что находится перед вами. Нет, предметы не могут быть очевидны в принципе с криптонит, вообще не могут быть очевидны в принципе. А вот феномен, вы просто объединяете феномен и бутылку, все, вы просто не видите разницы между двумя этими словами, а разница есть. Вот и все. У вас есть феномен, он точно есть. А предмет есть, это вопрос. В каком смысле он есть, в каком нет, непонятно. Ты не докажешь, что феномен все видят, а предметы нужно доказывать, я считаю, что наоборот. Ну, я вижу феномен. Все, мне достаточно этого утверждения. Мое восприятие есть феномен. Все, является, это то, что мне является, это есть феномен. Дальше некуда просто идти. Да проще невозможно. А я даже не предполагаю, есть ли другие. Мне это не нужно в данном контексте. Что там кто-то все видит, не все видят. Феномен для меня есть. А предмет непонятно. Мы можем все, что угодно с предметом делать. Ну, другой вопрос AllWings правильно задает. А что видит бутылку? Это, конечно, другой вопрос. Может быть, существует чистый феномен. Такая, знаете, чистая феноменальная среда, которая самовоспринимает себя. Может быть и такое. Мы можем по-разному представлять все это. Но феномен в каком-то смысле есть. То есть, вот мы называем феноменом вот это восприятие. То есть, скептицизм сомневается во всем, кроме феномена. С феноменом трудно. Чистый феномен, это просто вот-вот. Монитор перед нами. Нет, скрипта нет. Это просто монитор перед вами. Я не знаю, как в нем можно усомниться. То есть, здесь нет основания для сомнения. Все, что выводится из феномена, сомнительно. Дальше копнуть нельзя. Я просто себе не представляю, как себе можно дальше копнуть. В каком смысле он есть, непонятно. Что такое феномен, непонятно. Многое, что связано с феноменом, непонятно. Почти все, что связано с феноменом, непонятно. Его свойства непонятны. Но он есть. Скептицизм сомневается в скептицизме. Почему так мало зрителей? Хер его знает. Где там? До 23 на большем канале. Так что нормально. Переходите на другое видео. Здесь два видео, две трансляции. На одном больше. Потому что мы раздваиваемся постепенно. Скоро будет четыре. Я в уши за подписку. Да, феномен является, но возможно не тебе и так далее, и так далее, и так далее. Непонятно, что вообще феномен сам по себе. Ну вот. Передо мной сейчас некая картина. Я не знаю, кто я такой. Непонятно, что это такое. Но картина некая есть. Вот она как-то вот. Непонятно, что она означает. Непонятно, что это за предметы. Есть они, иллюзорны они или не иллюзорны. Просто вот что-то вот. Ну, скриптонит, здесь просто крайний вообще порог. Такие речевые формы, которые мы сейчас используем, здесь очень сложно. Я проверяю кое-что. Это оператор подписка. Самая сложная проблема в философии, это почему тот или иной... Владимир Сайдаков пишет, нельзя сомневаться в сущем, потому что к сущему вопрос нельзя задать. К феномену вопрос невозможно задать. То есть мы не можем задать вопросу, есть ли феномен, нет ли феномена, нет феномена. Что вообще значит нет феномена? Это вообще ничего не значит просто, в принципе. Здесь нет возможности задать вопрос, а поэтому нельзя усомниться. В этом смысле, в сущем, в сущем, в таком философском смысле, да, это похоже на то Как отличить феномен от миража? Никак, феномен и есть мираж Феномен и есть мираж, феномен и есть то, что нам кажется предметом Феномен и есть то, что нам кажется не миражом Феномен это то, что нам кажется Понимаете, в чем дело? Поэтому с феноменом, ну, как бы вопросов не возникает Феномен есть то, что вот искажается весло, когда в воду попадает Это все еще феномен Предмет сам-то он вроде бы то ли искажается, то ли не искажается Ни хера его знает, понимаете? А с феноменом все понятно, он сказился Мы видим то, что мы видим Мы слышим то, что мы слышим Мы трогаем то, что мы трогаем Здесь даже не нужно понимать, что такое я Не нужно даже понимать, кто такое я Просто феномен есть не понимаю почему порогом не могут быть предметы потому что эта бутылка может вам присниться а во сне это будет феноменом во сне это будет феноменом но ее нет она у вас только вот здесь вот будет все предмета может не быть вы можете воспринимать предмет но его может при этом не быть вы не можете воспринимать феномен и его не может при этом не быть потому что феномен и есть это самое восприятие то есть феномен это есть любая ваша ошибка восприятия это не знаю любой ваш глюк любая ваша иллюзия любые воображаемые люди которые перед вами ходят это все еще феномены понимаете то есть ну вот это Вот, 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 вот. Не знаю, может быть это иллюзия, голограмма, понимаете, голограмма бутылки, может я сам голограмму машу перед вами, но это сущность вопрос о предмете. Есть ли я, есть ли бутылка? Это что может быть под вопросом? Это может быть поставлено под вопрос. Феномен, термин феномена составлен таким образом, что его поставить под вопрос невозможно. А где про феноменологию прочитать у Гуссерля? То есть в самом чистом виде феномен, отрешенный от всего, ну вот просто картинка перед вами. Картинка, неважно, что с ней связано. И кто ее воспринимает, неважно. И воспринимает ли вообще просто феномен сам по себе что-то вот представляет. И в каком-то смысле он есть, в каком-то смысле он есть, в каком-то аргумент. Ну блин, я просто даже не знаю, как это объяснить. Еще проще, еще проще, потому что ну блин, все вообще просто. Исходить из предмета, ну окей. Просто предмет, он не так глубок, как феномен. У нас как бы феномен сразу бросает, наоборот, феномен убер поверхностен. Вот, это вообще вся самая тупая поверхность. Мы вообще не задаемся вопросом. Вообще не задаемся вопросом вообще ни о чем. Это супер поверхностно. Супер поверхностно, вот он, феномен как бы. А вот есть ли он? Что там дальше? Что-то предмет там, не предмет, атомы или не атомы. Сам предмет он вот такой вот, или у него атомарная структура какая-то. В каком смысле он есть, предмет. Может его вообще нет. Может нет никакой атомарной структуры. Может там все иллюзии. Вот это уже вопросы начинаются, ответы на вопросы. А феномен без вопросов. Он просто без вопросов. Чистый феномен. Есть нечистый феномен просто. Например, эмпирический опыт это уже нечистый феномен. Опирается на некий факт, а не на его отрицание. То есть, сейчас, например, приведу, чтобы было понятно. Просто уже не воняет. Если не воняет, то не феномен. Когда будет вонять, тогда феномен. А то, что вы ничего не чувствуете, когда воняет, то тоже феномен того, что не воняет, по сути. Ничто это феномен? Нет. Нам не дано ничто. Я не знаю, как воспринять ничто. Я никогда не видел ничто. Частный пример это вот как раз таки аргумент Джорджа Мура про две руки. Есть одна рука, есть вторая рука. Есть третья рука, есть четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Есть столько рук. Следовательно, есть минимум два объекта, следовательно... Правильно, ловик зависит от определения есть, но мы просто можем сказать феномен. Определение феномена просто слишком прозрачное. Его можно даже не давать. В феномены входит все, что вам кажется. Вообще похуй. Вообще похуй. Внешний мир не может не существовать. Позиция радикального скептицизма несостоятельна. Солепсизм ложен. Феномен может быть иллюзорный. Феномен может быть иллюзией. Феномен в рамках своей аксиоматики всегда правильный. Как вы его воспринимаете, так и есть. Он не задает вам вопрос о том, что вот это восприятие является своей сущностью. Вы не можете задаться вопросом там, не знаю, исходя именно из феномена. Иллюзорен ли этот феномен или не иллюзорен? Это просто феномен. Когда вы допускаете какую-то иллюзорность, вы одновременно допускаете, что есть какой-то не иллюзорный мир, реальный. В таком контексте вопрос возможен. Как вкатиться в скептицизм? А зачем вам вкатываться в скептицизм? Зачем? Зачем вы хотите это сделать? Бегите отсюда! Бегите, жалкие смертные! Вы что, ребят? Вкатиться в скептицизм? Вы что, с ума со что-то идти захотели, ребят? Не, со скептицизмом все очень сложно. Относительно моего скептицизма, но он просто получается крайне естественно на базе того, что я изучил большое количество различных учений. И я не знаю, какое из них можно воспринимать как истинное. Да, Калчер, можно представить позицию, отрисающую само разделение на слой феноменов и предметов. Можно. У маргинала приблизительно так оно и выглядит. Но! Мы можем задать вопрос о разделении феноменов и предметов. И это множество раз в философии делалось. И это, по сути, происходит и в науке. Когда, с одной стороны, у нас атомарные структуры, клеточные структуры, какие-то там, не знаю, кварки, бозоны Хиггса, реликтовые излучения, которые мы не можем видеть нашими глазами. У нас определенно, даже в науке, есть четкое разделение феноменов и предметов. Как ни странно. Ну, вот видите, Dead Ice Box и видят глюки. Знаете, что это значит? Что это все еще феномены, несмотря на то, что вот это глюки. Это все равно феномены. Но предметов за каждым глюком может не стоять. Никаких. Вообще никаких, в принципе. Но это все равно будет феноменом. Феномен не ставит вопрос о себе. В этом его как-то какая-то основательность. Мы выбираем изначально... Давайте. Если кто-то не верит в пулю, то мы переселяем в другое пространство. То мы переселяем их в другое пространство. А так как аргумент по угнетателю это существование, то остались согласны... Что? Не понял. Есть, блядь, выбор. Ну, это шиза... Может быть, это шиза. Но феномен не задается, опять же, проблемой шизы или не шизы. Сбор. Между. Я просто пытаюсь объяснить, что такое феномен. Между тем, что для нас более очевидно. Аргумент радикальных скептиков... Каких-то радикальных скептиков? О том, что... Какой аргумент? Блядь, опыт... У них много аргументов. Сомнителен. Поэтому весь опыт сомнителен. Да, весь опыт сомнителен. Что дальше? Феномен не равно опыт. Мы это обсуждали уже 10 тысяч раз. Поэтому, блядь, окружающей реальности нет. Есть только я. Что за хуйню ты несешь, Маргинал, блядь? Какие радикальные скептики говорят, что есть только я, кроме Рене Декарта, который не был радикальным скептиком, который был пиздоболом просто. Ну... Он не был скептиком радикальным, по сути. У него противоположные вообще концепты скептицизма. Хоть он и называл себя радикальным скептиком, но он им не был. А какое я, ты, блядь, постулируешь от имени скептиков? Это раз. Два. Кто сказал, что мир иллюзорен? Ну, возможно, иллюзорен, возможно, не иллюзорен, возможно, опыт вообще не работает и так далее, и так далее, и так далее. В чем проблема-то? Поэтому моих рук не существует, им его тела нет? Чего, блядь? Там нет никакого поэтому. Это просто система допущений. Там никакой, блядь, логики нет. Ты просто исходишь изначально из догматических посылок, которые говорят, что феномен есть предмет. Все. Феномен отсылает нас непосредственно к предмету. Это догматическая установка, ты в нее веришь. Другие люди тебе говорят, а может быть это не так. И ты начинаешь бомбить. Окей, супер. И пытаешься как-то каким-то, в общем, такой-то раскладкой догматической вывести их на логику, сказать, что это нелогично, их выводы нелогичны. Блядь, никто в логику не пытался. Это система допущений. И то, что ты свои руки потрогал, это никак не доказывает, что они есть. Это дегенеративный аргумент Мура. Это очень тупой аргумент Мура. А почему не начать с того, что, блядь, есть, блядь, есть я, есть мое тело, например? Блядь, да вот потому, что скептики не задаются вопросом о том, блядь, с чего им начать. Они сомневаются во всем. Вот почему. Потому что есть концепции, которые начинают с иллюзии. Вот почему. Потому что есть концепции, которые начинают там, не знаю, с допущения наивного реализма. Есть концепции, которые допускают с максимализацией опыта. Потому что есть разные, блядь, подходы, которые дают разные доказательства. вот почему вот почему следовательно туху это про скептицизм не может ты не понимаешь такой скептицизм окей замечательно мы уже поняли продолжаем дальше сколько еще времени осталось нам смотрите в маргинала маргерштерна магога демагога сколько мы еще будем мучиться 55 57 55 блин а еще долго истинный все мы же выбираем это буквально выбор это буквально выбор просто с какой предпосылки начать а вы феномены всегда используете феномен база до выбор с какой предпосылки начать какие проблема заключается в том что скептики не начинают ни с какой вообще не с какой вот именно для скептика все начала все посылки тупо одинаковые у всех предположение одинаковые условия ты предполагаешь наивный реализм окей только вот еще будет не наивный реализм там иллюзия какая-нибудь разные типы иллюзии здесь будут тоже наравне начинать с тобой мы будем уже там не знаю ничего делать с этим просто просто есть разные концепции которые по-разному себя доказывают начать и этим дрочи вам заполнено 500 лет философствования для нет скептицизма не заполнено 500 лет философствования к сожалению и как блять так получается что люди к этой хуете приходят только блять уже на пост доки зачастую для чего четыре года бакалавра получал магистры еще два буду блять диссер писал скриптонит проблема феномена заключается в том что он не подвергается вопросу в принципе его к нему нельзя задать вопрос если вы можете задать вопрос к феномену то вы не понимаете что такое феномен чистый все феномен реально так хитро определенный во многом кстати феноменология гусар исходит из скептицизма во многом тут есть такое тут есть аскепты аспекты выхода из скептицизма хотя гусар конечно же не скептик но эпохи он пользуется и редукцией он пользуется во многом скептические методы если у скептиков определенные базовые непроекаемые положения нет а потому что опять же к феномену мы не можем задать какого-то какое-то положение вопрос если анатолий свято верит свой опыт это может объяснить объяснить то это может объяснять почему ему так трудно общаться с людьми возможно можно